Сложно поверить, но сейчас эта кроха уже большая. Малыш поторопился родиться. На свет он появился весом в 760 граммов. Недоношенность ребенка сама по себе риска. Этому младенцу она и вовсе грозила слепотой. У врачей было ровно 72 часа на операцию. Если мы пропустим, то есть заболевание начнет дальше прогрессировать, перейдет в терминальные стадии, пойдет отслойка сетчатки, то есть это ребенок инвалид по зрению. Это ретинопатия. Тяжелое заболевание, связанное с развитием сосудов глаза. Они сформировались бы в утробе матери, родить малыш на пару месяцев позже. Эта болезнь сопровождает две трети недоношенных детей. До 35 недели мы вот поэтому их и смотрим, потому что сосуды только вокруг диска зрительного нерва. Если вот здесь вот вы посмотрите, здесь они уже пошли дальше. Это первая зона, здесь уже вторая. Третья пока у нас серенькая, но сосуды туда собираются идти. Еще пара неделей серая зона станет розовой. Значит, развитие идет по сценарию. Офтальмологические операции на малютках на Алтае проводят восьмой год. Через них прошли 73 ребенка, но этот малыш стал самым маленьким пациентом. Для такой операции использовали налобный офтальмоскоп, когда миниатюрное тельце не нужно закреплять вертикально. Теперь каждую неделю ребенка диагностируют. Врачи говорят, его зрение уже вряд ли что-то угрожает, но наблюдение необходимо. Ребенок, он неадекватно дышит. Механика дыхания у него неадекватная. Периодически возникает состояние, которое называется апноэ новороченных. Ему сейчас надо набрать определенную массу, чтобы он был выписан. Кстати, сейчас маленький боец за жизнь весит уже 1,4 кг. До выписки осталось немного. Стабильный набор веса и хорошее самочувствие. Анастасия Дрога, Николай Шелко. День с толком.